Мало того, что Агропром очень глючная локация, так еще и друзья, поздравьте меня, я словил первый краш, первый краш и около 20 минут серии у меня не записалось, не записалось, здесь были снорки и они крашнули, пришлось переигрывать прогресс, вертолет висит и да, действительно, именно от локации вот это все проседает, все проседает, но ничего, мы будем как-то перебежками легкими, потерпим, потерпим, значит, у нас, мы тут долго не провели, много времени, так сказать, и пикник на обочине здесь не будем, мы залезем в эту аномалию, залезем сюда, или даже залезем сюда, сюда, сюда и отсюда выйдем, наконец-то, на свалку, на свалку, заберем просто три тайника, в тайники мы обязаны лезть, друзья, потому что, потому что нам срочно нужны инструменты, а в тайниках они с большой долей вероятности могут выпадать, бежит тушкам, бежут, бегут плоти на нас, и у нас как подроби, подроби нормально, но мы игнорируем просто, плоти, оп, прыжок, на камешек запрыгнул, и нормально, нормально, такой вот агропром, отмеченный, так сказать, зоной, ничего, ничего, мы преодолеем все это, преодолеем, если еще раз он крашнет, то я просто, ну, просто понимаете, когда краш, то серия, все, серия тютюр, и ничего сделать не могу, сильная радиация, сильная радиация, сильная радиация, кстати, да, восстанавливается, восстанавливается, при загрузке восстанавливается, еще такой я баг нашел, там пробивала нас радиация, потому что, потому что, потому что заканчивалось действие артефактов, слабенький, то нет, вообще ничего, но при загрузке игры, они восстанавливаются, вот это, можно вообще это отключить, я не знаю, даже, друзья, может отключить, смотрите, я там, я вешал вот это, снежинку, Рядятся плюс четыре. И сейчас здесь было плюс четыре, потом стало... Здесь было минус четыре, стало минус три, потому что вот этот заряд исчезал. Но заряд при загрузке игры, как оказалось, он восстанавливается. Вот это... Это немножко не радует. Немножко не радует. Все-таки хочется играть через артефакты. Пацаны, мы влипли одиночки на Агропроме с Северной Аномалией. Северной Аномалией. Где-то здесь бандюганы. Нам как раз сюда, но здесь Аномалия. Аномалию нужно вот эту еще проверить. Артефакт вижу, сохраняю игру и лезу в Аномалию, друзья, потому что надо артефакты забирать. Два артефакта. Это очень хорошо. Радиация есть, защита от радиации у нас есть. Аномалия какая-то жесткая, судя по всему. Потому что пройти не представляется возможным. Защита есть, защита есть. Вертолет, надеюсь, нас не засечет. Артефакты прямо передо мной. Забираю. Забираю. С другой стороны, друзья, если играть через костюмы мощные бронежилеты, в которые нет возможности одевать артефакты, то в принципе можно их просто продавать и нет смысла ставить тогда, что они заряжаются, разряжаются. Не знаю. Так, здесь еще собака. Здесь собака и злом, и хлопцы, судя по всему. Потому что я слышал выстрелы. Этот тайник заберем, это. В АМА все-таки слазим. Мы уже помним, где там этот тайник. Давай ВМА, IBM, ПЦ, ЭМА. ЭМА. Это тоже была такая песня Sex Pistols про лейбл, на котором они выпустили свой альбом. Тут хлопцы сидят. Это новичок какой-то, зеленый. Зелень, ничего скажешь. Лоша купец. Но раз ты такой купец, то давай нас немножко разгрузишь. Но купец ты слабенький, потому что у тебя, потому что максимальный вес отлично, отлично, потому что у тебя денег-то не особо. Но забери бронебойный, и хоть сможешь это хлопцам нападать. Пшку горилки тебе вот забери. Это патрон на наш пистолет, это надо оставить. Жекан забери. 166 рублей. Забери три патрона вот таких, и вот эти патроны забери. А на вот эти тебе денег не хватает, купец. Купец. Ну ничего страшного, купец. Все мы с чего-то начинали. Все мы с чего-то начинали. Бодя гнилой. Сейчас мы кто? Ветеран, да? Бодя гнилой тоже. Начинал с желторотым птенцом, новичком. Куча сталкеров уже, и куча трупов. Здесь же был этот рейд военный. Военных гнались за нами. А, возможно, артефакты не в этом месте. Вот это вот тоже нужно будет... Не артефакт, а тайник. Это нужно будет уже проверить. Пси воздействует. Таблеток не взял. Таблеток не взял. Ошибка. Ошибка. Прыжок сюда. Но мы проверим, мы проверим. Разряжаем, пробегаем. Разряжаем, пробегаем. Проверим. Да, он здесь. Научно-аптический рюкзак. Ну, рюкзак мы закладывать не хотим. Сталкер, я понимаю, что не должен идти теми же путями, но приходится, приходится. Здесь как мы пройдем? Здесь мы пройдем через дырку в заборе. Или еще разгрузиться? Давайте еще разгрузимся. Рюкзак нам ни к чему. Рюкзак нам ни к чему. Так, здесь трупы лежат. Трупы, причем, одиночек. Трупы одиночек. Да, это, видимо, Ваня Ракета, новичок. Видимо, не уберегли Ваню. А здесь бандиты. А, это Гришка кидала. Бандиты, новичок. А вот это кто у нас? Артем Пилигрим. Пилигрим. Это в Моровинде такой класс был, по-моему. Класс. Пилигрим. Так смешно он звучит. Где этот хлопец? Непонятно. Он, видать, где-то... Там этот вертолет раздражает. Раздражает вертолет. Есть у нас что-то дальнобойное. Есть вот это и 120 бронебойных. Мы же собьем вертолет еще раз. Напоследок, так сказать. Может быть. И вечереет неплохо. Давно не было ночных. Что такое? Я теперь каждого фреза боюсь, чтобы она не крала, что она, господи. Вот, вижу вертолет. Давайте его сагрим на самом деле сюда. Но эта... Эта винтовка будет, да, будет клинить. Интересно, мы возьмем вертолет с такой дистанции? Присядь. Точный. Невероятно точный выстрел. По периметру, да? Давай, одиночными. Он тоже стреляет. А он-то на такой дистанции нас видит. Геликоптер, да? Вношу по нему из Сиксаура. Сиксаур квестовый, понимаете? Его нужно будет отдать. Сиксаур, кстати, в неплохом состоянии. Сейчас он что-то залетит, и как нам может нападать. Сохраним, друзья, прогресс. Сохраним прогресс. Вот он завис над нами. Но нас, судя по всему, не видит. Произвожу, произвожу серию выстрелов по нему. Что-то эти бронебойные патроны слабо его отберут. Слабо его отберут. И с калашами намного лучше это. Но меня бесит просто этот вертолет. Я хочу его сбить. Через листу стреляю, не попадаю. Аккуратненько, аккуратненько. Небольшое опережение. Нужно брать, или... Загорелся. Загорелся. Ну, военные, это вам месть небольшая. Небольшая месть. Раз вас таких плотных сделали, то мы ваши вертолеты будем сбивать. Заодно, кстати, реабилитируемся, друзья, перед сталкерами, за то, что привели в прошлый раз сюда рейд. И, судя по всему, тут сталкеров положили. Четыре пули остается. Кто-кто там расшевелился? Хлопцы. Хлопцы. Не попадаю, или что? На упреждение били. Расшевелились. Или она навесом стреляет. Так, теперь они нас засекли. Я спрятался за забором. Куча сталкеров. Почему-то нас не поддерживают в наших... В наших, так сказать... Давай бронебойный дадим. 60 бронебойных взял, наконец-то. Он идет на сближение, ищет нас. Ищет нас. ПСО нужно. ПСО нужно. Эта винтовка все-таки для коротких дистанций рассчитана, насколько это. Она мощная, конечно, невероятная. Ну, вали, вали, вали. Долго стреляем, друзья. Не попадаю или что? Не могу понять. Не могу понять. Получено достижение чистое небо. Ничего себе. Давайте-ка посмотрим. Наверное, веселое занятие сбивать вертолеты. Чем выше они летят, тем сильнее падают. МИ-2 заменят поврежденные МИ-24. Поврежденные, то есть, это... 6208. Репутация хорошо. 103 место, друзья. Не так уж, не так уж и долго нам это. Мы уже есть здесь? Почти, практически в сотню зашли. Вадим Толстый, Монолит. Тебя будет трудно брать. Тебя будет трудно брать. Расстреляли патроны и, как и следствие, немножко разгрузились, да? Да, но оружия нету теперь у нас. Это квестовая винтовка. Давай, значит, вот так и Вальтер бери уже. Пора. Пора ищись знать, так сказать. Перезаряжай только Вальтер. Хлопцы, сбил вам вертолет. Награда мне полагается или нет? Иди-ка ты, помолчи с кем-нибудь другим. Петя Марси... Петя Марсиан... Петя, ты вообще за... Ломать мясо. У нас вроде бы был ломать мясо, да? Мы же взяли только что. Тихо-тихо, хлопцы. Не надо толкаться. Хлопцы, что вы делаете? В огонь меня. Кто это срубил? Это ты срубил? Если нужно, что? Спрашивай у главного. Дима, папа. Ничего себе, Дима тут папу включил. Посмотрите. Ломать мясо ищем. Грави. Это отличный артефакт. А это у нас что? Это каменный цветок. Ломать мясо у нас нету. Разряжаются они потихоньку? Нет, не разряжаются теперь. Да, разряжаются. Давайте снимай. Снимай в таком случае. И теперь нас радиация берет. Блин, ну что ж рубить? Может отключить это на самом деле? Нет, не знаю. Но пока что давай так. Пусть разряжаются потихоньку. Будем тогда, друзья, считать, что они и заряжаются. Как разряжаются, так и разряжаются. Вот так примем себя. И забери это, марсианин, себе рюкзак. И заложишь свой тайник, так сказать. Это у нас еще грави. Максимальная веса. Великолепный артефакт. Ну, теперь, кстати, сможем носить. Значит, нам тогда нужно больше вывертов достать, чтобы радиацию снимать. Максимальный вес радиация плюс 3. Здесь сейчас минус 4. Давай его повесим. Почему бы и нет? Выпьем банку и побежим. Побежим. Остался один тайник. Забираем этот один тайник. Водонапорная башня. Или нет? Или это просто башня? Не знаю. Но залезть на нее не представляется возможным. Так, остается один тайник. Первое достижение, друзья. Здесь немножко изменили достижение. По сравнению с Зовом. С Зовом Припяти. Забираем этот тайник. Переходим на свалку. Возвращаемся в бар. Относим винтовку. Относим винтовку. И... И все. Только давай не зевать, чтобы тут... Потому что вечереет сейчас мутанты. Чтобы тебе не... Не перестрелы, так сказать, богданы. Вот, да. Но надо все биноклем просматривать. Ну, все-таки это не симулятор, а шутер больше. Так что не абсолютно все. А мы здесь что, не были? Мы здесь вроде бы не были. Аптечка вон, неплохо. Вот и тайник. В тайнике нашивка чистого и пляшка горилки. Ну, Бодя говорит, что-то неудачно получается. Еды нету, кстати. Кстати, нету еды. Так что энергетик просто выпьем и переходим. Нет у нас оружия для дальних дистанций. Все. С агропромом, так сказать, покончено. Покончено. Переходим на свалку. Со свалки в бар. И эта репутация дает представление о том, как к сталкеру относится своя группировка. Она улучшается или ухудшается в зависимости от того, помогал он или вредил дружественным сталкерам. Но мы нейтрально играли. Мы вроде бы и помогали. Но никого мы, кстати, не подняли. В плен брали бандюков и стреляли. И по своим даже стреляли. Иногда было, иногда было. Всякое бывало все-таки это. Кстати, еще хотел я посмотреть. Тут присядь аккуратно. Там кто-то, кто-то стоит уже. Давай-ка за этот джипик сядем и посмотрим. Да, там кто-то... Нет. Я думал, что здесь кто-то... Бодя повело этот снорк очередной. Давайте посмотрим, сколько мы уже тусуемся. Восемь дней. Неделя прошла уже. Неделя прошла. Угу. Снорка надо забрать, потому что Сахаров заценит. Заценит, что мы ему принесем. И мы отобьем деньги как раз. Мы и так их уже отбили. Но я хочу отбить их и быть в плюсе, так сказать. Бодя у нас... Бодя... Эээ... Кто звонит? Это что? Это будильник. Мне нужно будильников никаких. Выслеживаем снорка. А, на пистолет его возьмем. Вот он там. Да, Вальтер хорош, но сзади сбоку тут... Еще один. Еще один в белом противогазе. Пытаются прыгнуть? Нет, это уже посерьезнее. Значит, нужно же помнить, что в белых противогазах посерьезнее снорки. Угу. И с него еще не лутается ничего. Не лутается ничего. Так. И с этого ничего не лутается. Аккуратно проверить тут все. Проверить. Давайте здесь проверим тоннель. Тоннель, друзья. Потому что это... Очень-очень нам нужны эти инструменты для грубой работы. Потому что грома мы не можем отдать для тонкой работы, пока не отдадим для грубой работы. Здесь ничего нету. Здесь ничего нету. Представляете, три бюрера бы заспавнилась. Вот это было бы страшно. Это было бы действительно страшно. Уключая ПНВ, пока что все видно. Но фонаром светить тоже нет. А тем временем вечерело, и ты устаешь. Нам бы покушать что-то, перекусить. Перекусить. Там вроде бы бандиты тусовались. Возможно, бандиты поделятся с нами. Провиантом. Как вы думаете, друзья? Нужно это проверить. Проверить на самом деле. Здесь еще была аномалия. Здесь еще была. Ведьмин круг. Ведьмин круг, по-моему, это даже было в пикнике на обочине. Такие аномалии. Нас кто-то видит. Тушканов я игнорирую. Но мне не представляется возможным их игнорировать. Они на нас нападают. И вот этот Снорк в белом противогазе. Произвожу серию выстрелов. Промахиваюсь и достаю нож. Достаю нож. Даю ему ножом. Где он? Сзади где-то. Отпрыгиваю. Ха! Так. Перезаряжаю пистолет. Кто-то стреляет и ведет огонь из дробовика. Снорк приближается. Мы приседаем и мы его поддаем туда. Точность у пистолета. Вальтер нужно грейдить. Вальтер нужно грейдить. Мы тем временем подошли к аномалии. Снорк приближается к белому противогазу. Произвожу серию выстрелов. И поддаю ему под зад. И он практически готов. Сейчас мы его добьем. Здесь еще тушканы бегают. Какого-то я видел огромного тушкана. Да что ж ты такой плотный. Да, вот эти снорки в белых стопах снорка. Вот эти снорки в белых противогазах. Это какие-то Тир-2 версии. Нас кто-то продолжает видеть. Идет стрельба из дробовика, друзья. Надеюсь, не по нам. Возможно, кто-то из бандитов стреляет по этим. Лезем в аномалии. Вижу артефакт сильное пси-воздействие. Есть таблетки? Нету. Есть пляжка горилки. Ну что, повторим подвиг, так сказать. Подвиг разведчика. Забрасывай далеко. Можно так пройти. Чтоб тебя не накрыло только. Чтоб тебя не накрыло. Подвиг разведчика нужно. Подвиг. Есть артефакт. Пробило. Пробило. Пытаюсь выйти. Пляжку горилки. Выпил. Что забрали-то? Что мы забрали? Или ты его не забрал? Что-то нас кроет сильно. Нет, не забрал его. Да что ж ты будешь рубить? Подвиг разведчика неудачен. Неудачен достаточно. Не успел забрать. Не успел захватить. Вот он. Крутой какой-то артефакт. Выпрыгивай. Выпрыгивай. Пляжку горилки. Выпил. Идет стрельба. Стрельба по снорку. Доставай пистолет. 8 патронов. Кушать хочешь сильно? Теперь точно надо брать бандитов. Теперь точно надо брать бандитов. Снорк влез в аномалию. Сейчас его разорвало на части. Винтовку приготовь. Кушать сильно. Хочешь тебя вводят. Хлопцы. Хлопцы. Нужно это. Нужно это. Кушать бандитов. Два отправил. Они заняты. Они заняты. Судя по всему это. Айо. Айо. Хлопцы. Сильно. Пробили броню костюм уже. Что ж ты будешь рубить? Пацаны. Тихо-тихо. Один обходит сбоку. Обходит сбоку. Нас еще шатает. От горилки. От горилки. Да что ты будешь рубить? Что ты будешь рубить? С МК-5. Вон там еще хлопец какой-то. Мы им один раз попали по нему. Второй раз попали. А ну может ты упадешь. Вон там кровавый след на заборе остался. И еще есть попадение. Этого сняли. Да. Винтовка хорошая. Вот у тебя пляжка горилки тут есть. Все что нужно. Бандиты. Леха Чингиз. Что-то много Чингизов. Много семейства целое видать в зону. Зона чики-брики в дамке. Это я произвожу профилактическую сейбушку. Быстро хаваю колбасу. В этом было мало патронов. Беру дробовик на всякий случай, чтобы нападать. Нападать. Тихо-тихо. Он тут... Промах, друзья. Промах. Или попал. Попал и убил. Ничего себе. Братоны СОС нападения. Кинули СОС, значит сейчас будет подкрепление. Быстро. Уже подкрепление. Илюха Чучело. Илюха. Берем все, блин. Сейчас мы перезарядим патроны. Патронов мало уже. Нема, дружи. Нема, дружи. Отходим. Тут еще стреляют. Тихо. Надо проверить. Тихо. Ну, ребята. Ну, не надо матюкаться. Ну, вы что? По 15 лет вам чешу. Или... Или что? Ну, вот. Пару выстрелов получил. Илюха Чучело. И успокоился. Успокоился. Напарник твой. Фелька градус. Фелька, только градус. Не надо повышать. Я могу сказать. Ого. Ого. Фелька хорош. Фелька хорош. Это я погорячился. Погорячился. Фелька там умеет стрелять. Но с другой стороны у нас костюм в плохом состоянии. Брони нету. Брони нету, друзья. Вот это тоже вот. Я просто метаюсь. Метаюсь. Брать серьезный бронекостюм. Или брать... Или брать это. Это у тебя взяли, Леха Чингис. Да? Тихо, тихо, глупцы. Причем мы там брали, мы дробовик брали. Ну давай, этого из пистолета еще можно взять, наверное. Есть попадение. Добиваю. Так, теперь сколько пуль? Пули еще есть. Идет перестрелка. Перестрелка. Нет времени просто, друзья. Я использую аптечку и перемещаюсь. Да, действительно у нас это... У нас нет... Не хотят брони. Производность как в серию выстрелов. Твою это... Ты что, ты будешь сдаваться? Не, не хочет он сдаваться. Но вот они из дробовика тоже хорошо нас берут. В этот раз не успели бросить сос. Давай-ка аккуратно. Надо на самом деле... На дистанции, на дистанции работать. Подорвали, да-да-да. Слышали они. Слышали они, но все-таки... А мы стреляли из Вальтера. А в Вальтере-то... МП-5 нам не нужна. Давай ее разрядить, выбросить. Сделать сейвушку. Дробовик что-то на серьезных дистанциях работает. Я промазал. Я попал. Да, дробовик на таких более-менее дистанциях работает. Слушайте, этот дробовик не нужно недооценивать. И вон еще один. Вот этот нас взял. Вот этот нас взял. Вот это серьезный. Это, судя по всему, их не командир. Как по патронам. 8 пуль. Пацаны, выручайте. А вот теперь сос был брошен. Опять занимаем ту же позицию. Делаем сейвушку. И это. И ты не перекусил. Быстро отгрызаешь, отгрызаешь, так сказать, кецы к колбаске. И смотрим, смотрим. Это он или не он? Это он. Надо было быстрее производить выстрел. Быстрее. 7 пуль. Возьмешь его за 7 пуль? Нет. Перезаряди у нас в случае дробовик. Чего у нас? Ну, это в плохом состоянии. Это в плохом состоянии. Ну, давай, вылазь. Трое человек там еще, да? Ну, как по закону бутерброда, друзья. Я сейчас пойду лутать, и он вылезет. И он вылезет. Томан Калашникова. Тимоха Шпала. Мы же такого уже брали. Что ж для этого? Что у вас встретили из мертвых? Ну, закон бутерброда, закон бутерброда мы хорошо знаем. Мы хорошо знаем. Можно дождаться ночи. И на них ночью так залезть. И действительно спецоперацию провернуть. Опасно иду. Опасно иду. Прямо в самое пекло. 7 пуль. Он прямо где-то здесь. Я слышу его. Слышу. Аккуратно. Аккуратно. Он где-то здесь засел. Наверное, сейчас придется. Вот он. Снял его. Одна пуля остается. Нет патронов. Давай вот так и давай вот так. Работаем с дробовика, потом всех залутаем. Давай аккуратно. Не вижу ничего там. Не вижу там ничего. Очень ярко понимаю, но что пробуешь? ВДП там не освечено. Там что-то мелькает вроде бы. Какая-то голова, да? Но у нас нет. Нет. Ну давай попробуем. Было попадание даже. Андрюха Орешка. Было попадание даже. Да. Ну. Давайте попробуем. Затестим дальность, так сказать, у пистолета. Не попадаю. Было попадание. Слабенько бьешь, потому что обычные пули. Да. Попадаем по нему. А это есть на это патрон? На это не патрон. Здесь есть одна пуля. Ну давай, давай. Невероятную. Не. Невероятный промазал. Невероятное. Чудо не произошло. А сколько их там двое, да? Ну давай вот это вот. Это серьезно. Только градус. Стреляют по нам. Ведут огонь. Ведут огонь. Забирая гранаты. Но не попадают. Не попадают по нам. А вот теперь попал. Не стоит их недооценивать. Быстро их лутаем. Деспота. Пять деспот. Но это уже Ветель. Тот был другой. Быстро хлопцев возьмем. Тимуха Шпала, да? Калаш, не хочу твой брать. А ты кто у нас такой? Илюха Чучела мой. Илюха Чучела. Да. Бронебойный дал на пистолет. Вот теперь с бронебойных можно это. Можно и нападать. Быстро костюм ломается. Перезаряди бронебойные. И я не поставил. Действительно можно было бы, как вы, Джеймс Бонд, проникать сюда. И с Вальтера их брать. И с Вальтера их брать. Ну что там? Пошел за нами? Сидишь там еще. Что, неужели убил? Да убил. Вот это видите? Вот бронебойные пули и Вальтер творят чудеса, друзья. Заходим к бандитам. Еще двое человек. Трое. Трое здесь все. Проверь, как заходить. Напрямую или нет? Пытаюсь светить фонарем. Пытаюсь засветиться. Не вижу, где они. Они, наверное, где-то тут позаседали. Вон там был какой-то выстрел. Произвел я оттуда тоже выстрел свой. Степа-разбойник. А, вот теперь все видно. Ну давай из пистолета. Джеймс Бонд. Гнилой. Годя гнилой. Работает из Вальтера. Идет, друзья, работа из Вальтера. Из самого крутого пистолета. Вот сейчас не попадаю. Сейчас не попадаю. Было попадание? Сейчас сам-то нам может попасть. Сейчас доиграешься. Репутация улучшилась. Репутация улучшилась. Сейчас доиграешься. Смотри, не доиграйся. Аккуратно все проверяй. Аккуратно все проверяй. Бан Дюги. Бодя гнилой. Джеймс Бонд. Тихо. Вон он где-то тут. Слышу его. Слышу, но не вижу ничего абсолютно. Вижу. Ну, есть. Он может где-то там ходить. Где уходно может быть. Вот он. Серегу выстрелов. Серегу выстрелов. Он непонятно очень сильно. Ничего себе, как нападал он на свои рушницы, так сказать. Кстати, очень похож на этого. На чисто небовца. Тема Косой. Ну, видно, что Косой, потому что не попал из рушницы. Не попал. Бандиты-новичок, да. Их тут, видите, заселилось уже побольше. Возможно, они вернулись, так сказать, со своей ходки. Со своей ходки это. А вот этого, да. Вот метким выстрелом из Вальтера вот этого забрали. Решка. Решка, да. У него берета, кстати. Можно было бы из береты пострелять. Все такие итальянские или итальянские, ну, вроде бы, берета. Не знаю. Я не разбираюсь. Не разбираюсь. Вальтер себя действительно проявил. И это он не грейженый, друзья. Прошу заметить. На минуточку, на секундочку. О, подавиться, подавиться, что тут. Да, есть же, что, что нужно. Инструменты для грубой работы и починка. Что будем чинить? Зачиним, конечно же, Вальтер. Он того заслужил, друзья. Я думаю, вы со мной согласны. Сохраним игру. Это разрядим, выбросим. Еще кто-то нарисовался. Кто-то тут у нас нарисовался. Нужно верхних забрать тоже, я считаю. Нужно верхних забрать тоже. И поэтому мы продвигаемся наверх. Там их двое было. Вырубаю фонарь, вырубаю ПНВ. Чтобы они нас тут не цей. Еще один. Вот там кто-то. Бандит или нет? Не знаю. Рано волыно чихнить, пацаны. Рано волыно чихнить? Да ты шо? Да ты шо? Тихо-тихо, шума не создавая. Сейчас мы как Джеймс Бонд настоящий. Ему это вон там присел. Есть два выстрела. Ну и все, и добил. Еще двое человек. А, это СОС. Это на СОС пришли, наверное. Насосы пришли на сигнал бедствия. На сигнал СОС. Где тут были двое хлопцев? Там, наверное, где-то, да? Он тут еще? Ничего себе. И стреляют уже по нам. Этот нас засек. Да. Спецназа, спецназа, из тебя болят еще тот, еще тот. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Как туда заходить? Как туда заходить? Как-то поверху нужно. Это волутали. Это косой. Косой Заяц, так сказать. Заяц. Значит, двое человек ведут на нас охоту. Джеймс Бонн должен иметь в последний момент вот это все взорвать и убежать. Вон он. На Борян сверху. Промахиваюсь. Промахиваюсь. Борян Боцман. А вот это серьезные боцманы, да, боцманы. Серьезные моряки. Борян, где спрятался? Выходи. Гранаты что-то не выпадают из них. Но мы крадемся потихоньку. Я не думаю, что Борян Боцман. Вот это, смотрите, в камуфляжных штанах серьезно, молодой человек. А вот тот. Видишь нас? Какой выстрел? Ничего себе. Вальтер, друзья, да. Гриша Эстет. Гриша, Гриша, тихо, тихо, Гриша. Тихо, 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 тихо. Тихо, хлопцы, это. Гриша Эстет достаточно эстетический выстрел. Ощутил из нашего Вальтера и решил показать, что он тоже не дурак пострелять. Давай сюда. Ой, только не упади, только не упади. Упал. Эстет. Эстет, что ты тут сей? Что ты тут сей? Пули есть, что ли? Добить эстета. Перезарядка. Не вовремя. Аптечка. За дерево. Гришка Эстет. Знаешь, что, Гришка, что тут? Да, что ты, я смотрю, ты серьезный молодой человек. Серьезный молодой человек. И это, и достоин, достоин серьезного выстрела. Из чего еще можно по нему засандалить? Это нам не нужно. Это разрядить, выбросить. Это разрядить, выбросить, пожалуйста. Чтобы мы были мобильные. И Гришка Эстет получает. Получает. Просто заряд картечи и падает. Сейчас, Гришка Эстет, ты будешь сдаваться. Только нужно забрать. Забрать второго. Забрать второго. Тихо, тихо, тихо. Молотильщик какой-то. В кустах, смотрите, спрятался. Детюха. Детюха, что ты вытворяешь? Прекрати ховаться. Выходи. Ну что, Эстет? Ну что, Эстет? Сдавайся. Сдавайся. Берем тебя на Вальтер. Сдавайся. Не хочет сдаваться. Посмотрите, что делать с ним. Не хочет сдаваться. Ну, Эстет, я не знаю. Просто я понимаю, что если мы уйдем, то ты просто нам напардашь. Так что... Эстетическим выстрелом в ногу. Гришка Эстет. Бронебойные патроны имел. Опытный уже. Опытный. Неплохая, друзья, перестрелка. Да. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд бы одобрил. Что, еще кто-то? Да что же ты будешь рубить? Витюха Могильщик. Серьезно подготовился. Быстро тебя лутаем. Давай свою нашивку. Бандитскую. Патроны. Верхних двух не забрал. Оружие не беру. Оружие не беру. И так перегруженный. Костюм в хлам. Инструменты нашли. Операция успешная. Я думаю, на этом надо сохранить прогрессы. Это Витюха Крестный Отец. Господи. Я таких вообще еще не встречал. И действительно, очень хорошие запасы у него. Бандиты, новичок. Плохая репутация. Но Крестный Отец это просто жесть. Верхних ладно, оставим. Верхних оставим. Будем совершать переход, друзья. Переход. Переход. Уже на этот. Как по времени? По времени нормально. Вроде 30 минут, но укладываемся. 30 минут. Кабаны бегут. Кабанов. Кабаны не страшно. Немножко поднимаем. А видите? Кабанов уже на такой дистанции не берет. Не берет. Кто-то еще тут бежит. Это Котофей. Котофей Иванович. Видел, как сталкер убил Бориан Боцмана. А, Бориан Боцмана еще не забрали. Бориан Боцман там и сидит. Тут кто-то сидит. Тут кто-то там. Это из сталкеров. Опять она. Это я испугался, что сейчас крашнет. Что сейчас крашнет. Кто там цей? Кто там ходил? Хлопцы. Хлопцы свои. Отлично. Отлично. Да, Вальтер надо грейдить. П99. Надпись на этом на стволе. Надпись на стволе. Аккуратно идем. Пьем баночку себе. Артефакты сильно разрядились. Не, нормально. Теперь они не разряжаются вообще. Не могу понять почему. Не могу понять почему. Хлопцы тут торгуют. Но, друзья. Я думаю, в следующей серии мы начнем из того, что в баре будем будем хвалить и всем рекомендовать Вальтер. Все чинить. Кстати, Вальтер быстро ломается. Вот это его недостаток, судя по всему. Это его недостаток. Отдадим грома, загрейдимся и посмотрим уже. Уже в следующей серии. Так что кто как же это говорил это Тай-таки Да, друзья. До следующей серии. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok